Здравствуйте! В гонке много поворотов. Так называется новая книга Виталия Добрусина о знаменитом самарском тренере Владимире Петрове. О том, как шла работа над книгой, о главном герое, его жизненных и спортивных виражах и о том, как увековечить память человека, говорим сегодня в нашей студии. Общественный деятель, писатель, автор книги «В гонке много поворотов» Виталий Добросин. Виталий Аркадьевич, здравствуйте! Очень рада вас видеть с вашей новой работой «Творением». Я бы сказала, потому что вы мне презентовали эту книгу. Действительно, нужно сразу сказать, что это... Сразу чувствуется, что за ней стоит очень большой труд. И мы об этом поговорим. Но сначала я хотела бы, чтобы вы рассказали о Владимире Петрове, потому что вы были лично с ним знакомы. И даже где-то сказали, что он повлиял на вашу жизнь и даже чуть ли не спас вас от смерти. Вот если можно, расскажите об этом. Владимир Петрович Петров – это действительно уникальное явление. Не просто там в велоспорте. И его и триггером называть как-то даже и не совсем правильно. Не случайно его воспитанники называли учителем. Это неординарный человек. Яркий, масштабный, удивительно образованный. Его детство пришлось на военные годы. Он остался без отца. И он мне рассказывал о том, что вот у него в семье была мама, сестра и бабушка. Ему было 11 лет, когда он понял, что он глава семьи, что на нем все. И когда он понял, что от него все зависит, что ему надеяться не на кого. Он сам всего в жизни должен добиваться. Именно в военные годы формировался его характер. Военные, послевоенные годы. Мне посчастливилось с ним встретиться при необычных обстоятельствах. Потому что я в это время служил в армии, в танковых войсках. Но я уже служил с высшим образованием. А ему нужен был учитель. Ему нужен был учитель для мальчишек, которые находились на сборах круглогодичных. В Душанбе, в Кирово-Абаде, в Баку, в Риге и так далее, и так далее. Который бы готовил этих мальчишек, старшеклассников, к выпускным экзаменам, к поступлению в институт. Но нужен был универсальный человек. А поскольку у меня по всем предметам в школе были хорошие оценки, несмотря на мое гуманитарное образование по химии, по физике, по математике. Именно на меня пал его выбор. Для меня было потрясение вообще, когда меня в части вызвали к нему. Он на меня вообще произвел впечатление почти как инопланетянин. Первый же вопрос был шокирующим. Он спросил, вот какое у меня образование. Я к тому времени достаточно много прослужил, и в армии никто никогда моим образованием не интересовался. И вдруг такой неожиданный вопрос. А потом он спросил, хочу ли я работать в сборной СССР по велоспорту. Я еще раздумывал. Я долго раздумывал. Вы знаете, у Стефана Цвейга есть книга «Звездные часы в истории человечества». Там говорится, что в судьбе каждого человека бывает тот звездный час, когда он должен принять решение. Если ошибется, жизнь пойдет по-другому. Но если он сделает правильное решение, совсем по-другому осветится его дальнейшая судьба. Через какую-то паузу я сказал «да». И потом забыл уже об этой встрече, потому что в армии все быстро забывается. И месяц прошел, и я и подумал, и я забыл, что была такая встреча с главным тренером Куйбышевского велосипедного центра. И вдруг меня утром подняли, сказали, что у меня два часа на сборы. И я вылетаю в сборную СССР, которая в это время базируется в Душанбе. Это было 5 декабря 1979 года. Еще утром я бежал обязательно 3 километра. Мороз был страшный, 40 градусов. Потом завтрак в столовой военной. Возвращение в казарму. И вот у меня два часа на сборы. А можете представить, а вечером я уже прилетел в Душанбе, где 25 градусов ночью, плюс 25, где пальмы и где запах, аромат такой, как в сказках «Тысяча одной ночи». То есть это совершенно необычное то, что со мной произошло. Но только позже я понял, что на самом деле произошло, потому что две недели спустя взвод, в котором я служил, был отправлен в Афганистан. Это был 1979 год. И половина, почти половина этих ребят погибло. И вот поэтому вы сказали, что он чуть ли не спас вас от смерти. Поэтому Петров действительно в какой-то степени, может быть, спас мне жизнь. Но потом я начал работать в велосипедном центре. И не только учителем, потом администратором написал книгу. Это была моя первая книга «Звезды Куйбышевского велоспорта». В 1982 году вышла. Меня пригласили на телевидение. У меня началась журналистская профессия. И это тоже в какой-то степени было определено Владимиром Петровичем Петровым. Поэтому я к нему могу относиться только с уважением, любовью и благодарностью. И это я пронес через всю свою жизнь. И, наверное, для меня не случайно. Эта книга совершенно необычная в моей биографии. Она называется «В гонке много поворотов». Дело в том, что я начинал как спортивный журналист, но последние 30 лет я никак не был связан со спортом, с велоспортом. Не писал, не снимал об этом. Хотя у меня много и фильмов вышло, и книг. Я писал о Владимире Высоцком. Я писал и выпускал книги об Эльдаре Рязанове, о запасной столице, о культурной элите запасной столицы. Но по каким-то непонятным мистическим обстоятельствам я продолжал собирать велосипедный архив. Вот два с половиной года я работал в велосипедной команде, ушел оттуда. Уже не делал и не писал о велоспорте, и не делал передачи о велоспорте. Но всю жизнь собирал фотографии, собирал вырезки, газетные публикации. Зачем, не знаю. Переезжал с места на место, менял адреса, как говорится, но при этом в этот архив переводил. Другой выбрасывал, а велосипедный архив. А потом, 1 апреля 1917 года, Владимир Петрович Петров ушел из жизни. Решение главы города 1919 года об открытии мемориальной доски Владимиру Петровичу Петрову на доме, где он жил. Решение Елены Владимировны Лапушкиной. И то, как плакали на открытии, приехали звезды мирового велоспорта отовсюду, со всей страны, из-за рубежа, на это открытие мемориальной доски. Я вдруг понял, и я должен, и обязан написать эту книгу. Демократичный, мудрый и невероятно успешный. Таким его запомнили подопечные. Владимир Петров был не просто тренером, спортсмены называли его учителем. На открытии памятной доски собрались яркие звезды советского велоспорта. Прославленные чемпионы СССР и триумфаторы Олимпийских игр. Один из них Борис Хабалович Шухов. Он считал Владимира Петрова вторым отцом. Виделся с ним чаще, чем с собственными родителями. Я его называю не тренер, а учитель. Потому что он нас всех заставил закончить институты. Чтобы после спорта мы не говорили, что спорт у них отнял возможности, там какие-то таланты не раскрылись. Он смотрел бы намного вперед. Это великий человек. Мемориальную доску на фасаде здания открыли при поддержке ветеранов велоспорта и Федерации велоспорта Самарской области. Авторы смогли отобразить не только портретные, но и психологические сходства. Я думаю, что слава такого тренера, его опыт и то, что он сделал для нашего региона, вполне заслужен для того, чтобы открыть такую доску почета в месте, где он проживал. После торжественного открытия к мемориальному знаку возложили гвоздики под бессмертную композицию Муслима Магомаева «Герои спорта». Дело в том, что мне помогал писать эту книгу весь велосипедный мир. Мне прислали фотографии со всего мира. Мне прислали фотографии из Америки. Мне прислали фотографии из Испании, Италии, с Украины, с Беларуси. Я звонил в Америку, в американский город Сиэтл, чемпиону мира Руслану Зотову. Когда я позвонил, там было 2 часа ночи, и он был очень недовольен, что я в 2 часа ночи позвонил, чтобы задать ему несколько вопросов. Но когда я сказал, что речь пойдет в книге о Владимире Петровиче Петрове, мы говорили до рассвета. Дело в том, что я договорился с Ольгой Слюсаревой, олимпийской чемпионкой и воспитанницей Петрова, тульской знаменитой гонщицей, об интервью. Я позвонил в Тулу тогда, когда прошло несколько уже месяцев, и она просто из олимпийской чемпионки стала главой Тулы. Она сейчас глава Тулы. И мне помощница предупредила, у вас есть только 10 минут, она очень занята. Мы говорили с ней полтора часа. Когда она услышала, что речь идет о Петрове, она говорила со мной полтора часа. Все велосипедисты, знаменитые, незнаменитые, они узнали, что пишется такая книга, они были одержимы. Мне Коля Косырев, знаменитый многократный чемпион из Москвы, звонил где-то в час, в два ночи и говорил, Виталий, слушай, вот вспомнил еще одну историю, запиши, пожалуйста. Эти были 8 месяцев. 8 месяцев удивительных. Я закрылся от всех, потому что для того, чтобы написать эту книгу, она не о велоспорте. Она о судьбах людей, она о судьбах поколения победителей. Вот вы не поверите. Дело в том, что в конце 70-х годов о закрытом городе Куйбышеве весь мир узнавал по победам куйбышевских гонщиков. Тогда в книгу рекордов Гиннесса был занесен факт, и это не побито до сих пор никем. В течение четырех лет лучшими гонщиками мира признавались куйбышевские гонщики. Мира, лучшими гонщиками мира. 79-й, 80-й, 81-й Сергей Сухорученков, 82-й Иван Мищенко. Четыре года. Куйбышевские гонщики, лучшие гонщики мира. Воспитанники из одного города, из одного клуба и воспитанники одного тренера Владимира Петровича Петрова. Мне обидно, что прошло время, и мы ведь гордимся тем, что Куйбышев был в запасной столице. Это наша гордость. Мы гордимся тем, что два года назад у нас в Самаре прошел чемпионат мира по футболу. Это гордость на долгие годы. Но мне кажется точно так же, мы должны гордиться вот этим уникальным временем, вот этим уникальным велосипедным коллективом, сообществом, который прославлял наш город, прославлял наш край на весь мир. Поэтому об этом тоже эта книга. Вы работали 8 месяцев над книгой. И вообще работа над биографическим изданием – это отдельная тема. Там нужно все выверить, уточнить, вспомнить, не обидеть никого. Но вы сами сказали как-то, что эта книга понравится не всем. Что вы имели в виду, и кто был, кроме Владимира Петрова, еще героем и есть этой книги? – Понимаете, дело в том, что Владимир Петрович, он был уникальным человеком, который имел свое мнение, умел его отстаивать. И если сталкивался с несправедливостью, он на это реагировал достаточно жестко. Он начинал, ведь он закончил авиационный институт и работал на моторостроительном объединении «Фрунзе». Там в спортивном обществе он был и инженером одновременно, и вел на общественных началах велосипедную секцию. И он столкнулся там с воровством. Там должны были выделить спортивные костюмы спортсменам этого предприятия. Но, так сказать, деньги пропали, и костюмы эти не дошли. А потом в этих костюмах начали щеголять, так сказать, руководители порткома, правкома и так далее. И он написал письмо генеральному директору предприятия, что вот налицо воровство. И будучи инженером, он не побоялся написать, потому что инициатором вот этого всего, так сказать, приватизации этих костюмов был стоять порткома завода. И поэтому, когда Владимира Петровича Петрова принимали в партию, он подал заявление, ему сразу сказали, мы все будем голосовать против тебя. В нашей партии таким, как ты, не место. И все проголосовали в порткоме против него. И он больше никогда не вступал в партию, он всю жизнь прожил и беспартийным, и с чистой совестью. И это его характер. У него был очень жесткий конфликт с главным тренером сборной страны Виктором Арсеньевичем Капитоновым. Фактически тренером, готовившим к Олимпийским играм 80-го года, был Владимир Петров. Капитонов не присутствовал на тренировках, но в итоге за неделю до начала Олимпийских игр Капитонов убрал Петрова из сборной. И в итоге два куйбышевских велосипедиста, Анатолий Яркин и Сергей Сухорученков, стали олимпийскими чемпионами. Но все лавры присвоил Капитонов. И он получил орден. Врач сборной получил орден. Массажист сборной получил орден. Председатель куйбышевского облспорткомитета получил орден. В общем, вы эти страницы не обходите. А Владимир Петров был награжден самой низкой по рейтингу медалью. Это один момент, да. И, конечно, один из самых трагических моментов, который повлиял на его жизнь. И тогда после конфликта с Капитоном, когда Петров понял, что на шоссе у него нет никакого будущего, он с нуля начал, он ушел на трек. И там у него появились чемпионы мира. Он с нуля, хотя никогда треком не занимался. Это его характер. А в 90-м году возникла ситуация, и была даже специальная коллегия спорткомитета областного Куйбышевского, когда она звучала, так сказать, повестка звучала об отстранении Петрова от велоспорта. Петрова отстраняет велоспорта. Его ученики, определенные некоторые воспитатели, я их называю в книге, они убрали от велоспорта Владимира Петровича Петрова. И он ушел на улицу, не имея ни денег, ничего. Его просто лишили права на профессию. Он начал заниматься бизнесом. Ну, что значит бизнесом? Торговать окорочками, продавать сливочное масло. Но, опять же, его ум, его умение с нуля подниматься помогло сделать фирму лучшей в городе. А я хочу вот еще о чем узнать. Какой был тыл у Владимира Петровича? Есть ли вот эта сторона семьи, любви в вашей книге, раз это биография? Или такая незначительная роль все-таки здесь? Вы знаете, дело в том, что Владимир Петрович Петров был очень интересным мужчиной. У него совершенно замечательная супруга Галина Александровна Петрова, которая потом стала тоже велосипедным тренером. И которая пошла по его пути. И он ей очень доверял. И она сейчас живет в Испании у дочери. Но я просто хочу сказать, вот история любви их, это совершенно замечательная, уникальная история. Вот видите, это будет отдельной темой. Значит, есть эта линия. За год до смерти Владимира Петровича они отметили 55 лет совместной жизни. И там много совершенно необычных и интересных фактов. Но нужно читать. Значит, есть. Такая линия есть. Поэтому любовь есть. Но я другую историю расскажу, потому что она просто очень короткая. И она необычная. Дело в том, что Владимир Петрович Петров, когда формировал Куйбышевский велосипедный центр, он приглашал многих замечательных или начинающих гонщиков со всего Советского Союза. И он очень хотел, чтобы в Куйбышевском велосипедном центре выступала тогда совсем молоденькая, но очень талантливая Тамара Полякова. И он очень хотел. Она тренировалась на Украине. Он очень хотел ее пригласить. Но чиновники с Украины категорически поставили жесткие барьеры, чтобы она не переехала. Но вот тогда гениальный ум Петрова сработал так. Единственная возможность перевести Тамару Полякову в Куйбышев, это значит выдать ее здесь замуж. Но дело в том, что основные именитые гонщики были женаты. И только один, Саша Аверин, победитель влагонки мира, он был холостой. И вот на закрытом совещании, я присутствовал на этом совещании, потому что это закрыто, никто не знал эту информацию. Было решено, значит, Полякову приглашаем для знакомства с центром, так знакомим ее с Аверином и делаем фиктивный брак. Только эта возможность привезти Полякова сюда, в Куйбышев. Но дальше произошло неожиданное. Тамара приехала знакомиться с нашим велоцентром, и как только ее Александр Аверин увидел, он влюбился в нее безумно. Он просто, он дарил ей цветы, он ей не давал проходу. Она еще не разобралась в своих чувствах, но он просто, он забыл уже о тренировке. Он был таким активом, как не был даже в гонке. И в итоге через год они сыграли свадьбу. Они вместе уже 40 лет. У них потрясающий сын, сам чемпион мира Максим Аверин. И вот эта история, да, опять же... Влияние на судьбу. Влияние на судьбу, и опять же, вот это необычное участие Владимира Петровича Петрова в таком необычном, вот в семейном союзе. Очень интересно. Ну, не только у людей. У каждой книги есть своя судьба, я думаю. На сегодняшний день, как складывается судьба вашей книги? Какой ее тираж? Была ли презентация? Что будет дальше? Тираж ее 2000 экземпляров. Она вышла из издательства, мы забрали ее 27 марта. Я не ожидал, что вот, ну, фактически меньше месяца прошло, но практически большая часть тиража уже распродана. Вы очень много пишете о людях, очерков, книг, сюжетов, фильмов. Скажите, как вы отбираете героев? Что для вас главное, самое главное, когда вот вы примиряетесь к одному персонажу, к другому, третьему? Люди, которые мне интересны, они самые разные. Они не обязательно принадлежат какому-то своему определенному там классу, там, писателе или, допустим, музыканты. Мне интересно все. И поэтому самые разные герои у меня, там, фильмы о Тухачевском, например, который именно здесь был арестован и прожил последнюю в жизни ночь на свободе. Мне посчастливилось взять то каноническое интервью у Ильдара Рязанова, которое потом разошлось на цитаты, потому что больше нигде и никому он о своей жизни в эвакуации в Куйбышево 14-летний мальчишка не рассказывал. Мне посчастливилось взять интервью Алексея Петровича Моресьева, легендарного летчика, который известен всему миру и который здесь, в нашем госпитале, вставал на протезы и фактически вернулся потом в авиацию и стал героем Советского Союза. Или там Лев Тросский, которого очень богатая, так сказать, история связи с Самарой, но в связи с тем, что он долгие годы был под запретом, эта история фактически с нуля приходилось восстанавливать. Но все-таки связь с Самарой вы ставите чуть ли не на первое место, да? Дело в том, что и книга о Петрове – это тоже самарские судьбы. Это тоже самарские судьбы. Это великий самарец. Вы знаете, я, может быть, озвучу эту мысль, может быть, озвучу впервые, но я позволю себе это сказать. Это выдающийся, не просто тренер, а выдающийся человек. Это человек, столько сделавший для славы нашего края. С недавних пор наша Самарская городская дума приняла решение присваивать звание почетного гражданина Самары не только живущим, но и ушедшим. Поэтому почетными гражданами Самары посмертно стали и Эдуард Кондратов, и Ваган Каркарьян, и Дмитрий Устинов. Если бы можно было рассмотреть, и была такая инициатива общественности о присвоении посмертно звания почетного гражданина Самары Владимиру Петровичу Петрову, я думаю, что это было бы очень справедливо. Тем более, Татьяна Владимировна, дело в том, что ни одного спортсмена или тренера среди почетных граждан Самары нет. В отличие от других городов и областей, практически всюду есть именно спортсмены и тренеры, которые прославили, которые добились выдающихся результатов. У нас в Самаре нет. Может быть, Владимир Петрович Петров как личность яркая. А когда мы говорим о Петрове, это значит за ним и олимпийские чемпионы Шухов, и Сухорученков, и Яркин, и Ерды, и чемпионы мира, и Никитенко, и Марат Ганеев, и Валерий Батура, и Евгений Анашкин, и Руслан Зотов. Я могу долго-долго причислять. Мы будем надеяться, что так и будет. Это целое поколение, уникальное поколение, которое действительно тренировалось и побеждало во имя славы нашего края. Ну, у нас остается буквально минута, и позвольте мне задать личный вопрос. С удивлением узнала, что у вас шесть внуков. Скажите, в ком-то из них вы видите свои черты, способности, которые вот особо ярко проявляются? Ну, дело в том, что мне пока сложно говорить. Я очень люблю всех своих шести внуков. У меня два внука и четыре внучки. И мы сейчас ждем пятую внучку в июне. Будет семь, я думаю. Вот, и мне, конечно, очень хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы вот то, что мне интересно в жизни, то, что мне интересно в жизни, было интересно и им. Во всяком случае, у каждой внучки, у каждого внука своя история. У нас, у меня очень большой разброс по возрасту от 19 лет старшей внучки до двух лет младшему внуку. Вот, поэтому они совсем разные. Старшая внучка учится в Москве. Средняя внучка, она добилась достаточно ярких результатов в большом теннисе. Она спортсменка. Вот, младшие еще только начинают добиваться. Да, но интересы уже разные. Я думаю, что им будет интересно со временем то, чем я занимаюсь. Пожелаем вам и этого. И спасибо большое за то, что вы делаете, за то, что сохраняете память о людях, работаете с людьми, с биографиями. И все это передаете нам, жителям не только нашего города, области, но и, как получается, выясняется и даже других стран. Спасибо большое. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин